В Минске проходит грандиозный фестиваль вокального искусства, 9-й рождественский международный оперный форум. Среди участников представители 34 стран мира. Минчанам и гостям столицы повезло увидеть лучшие постановки, услышать признанных звезд сцены и открыть новые имена. А тем временем в Гомеле определили финалистов регионального отбора на вокальные конкурсы Славянского базара. В начале 2019 года им еще придется побороться за путевку в фестивальный Витебск. Из 70 претендентов со всей страны отберут 10 детей и 10 взрослых исполнителей. А в марте имена белорусских участников международных конкурсов определит национальный отбор. Какими культурными событиями запомнилась жителям нашего региона прошедшая неделя? Узнаем от Евгении Кухаронок. Одно из крупных культурных направлений 20 века авангард зародилось во Франции. Само слово «авангарде» имеет мало общего с искусством, а тем более с изобразительным. Дословно, его перевод звучит как «передовой отряд». Однако такое определение, как нельзя точно, отражает настроение живописцев-экспериментаторов. Несмотря на то, что картины, созданные в стиле авангард, вызывают совершенно непредсказуемую реакцию зрителя, многие из них давно включены в сокровищницу величайших мировых произведений искусства. Среди мастеров передового отряда – Шагал, Малевич, Кандинский и другие – сегодня у гамильчан есть уникальная возможность познакомиться с творчеством этих великих бунтарей 20 века воочию. Авангардную выставку открыли в картинной галерее Гавриила Ващенко. На ней представлено более 50 авторских литографий из частных собраний российских коллекционеров. В экспозиции есть работы известных экспериментаторов, а также тех, с кем гамильской публике только предстоит познакомиться. Рене Магрид, Виктор Вазарелли, Жорж Брак, Пол Вундерлих и еще десятки знаковых имен авангардного искусства в одном выставочном пространстве. Наряду с эстетической составляющей выставка носит образовательный характер, экспозицию дополняют информационные стенды и видеоматериалы, позволяющие получить более полное представление о творчестве мастеров авангарда 20 века. В Гомельском областном драматическом театре готовят премьеру для юных зрителей. В основе новой постановки сюжет одной из самых популярных сказок братьев Гримм «Бременские музыканты». Режиссер адаптировал пьесу, написанную в 1969 году Василием Ливановым и Юрием Энтином, к современным реалиям. Костюмы, музыкальные аранжировки и даже юмор, понятный молодому поколению. Вместе с тем сохранились и мораль сказки, и сам сюжет. Для участия в постановке артистам пришлось заниматься с преподавателем по вокалу. Действо получилось насыщенным, и кажется, что музыка не прерывается ни на минуту. Премьера музыкального спектакля «Приключения бременских музыкантов» состоится 20 декабря. Театральные куклы бывают верховые и низовые, плоские и объемные, перчаточные и планшетные. А еще во время спектакля они могут без единого слова рассказать зрителю сказку, повесть, роман, могут рассмешить или вызвать другие эмоции. Тайной закулисной жизни Гомельского кукольного театра приоткрыл его директор и худрук Дмитрий Горелик во время встречи со школьниками в областной библиотеке имени Ленина. Вместе с почетным гостем на сцену вышли артисты театра и их подопечные. Они показали детям отрывок из спектакля «Не все зайцы-кролики» по пьесе гомельского писателя и драматурга Василия Ткачева. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. В Мозере пройдут вечера оркестровой музыки. На 17 декабря запланирован концерт Оркестра белорусских народных инструментов, а на 20 декабря – русских народных. Проходить вечера будут в Мозерском музыкальном колледже «Вход свободный», начало концертов – 18.00. А далее – киноафиша региона. Все об ожидаемых премьерах следующей недели. В прокате стартуют четыре развлекательных фильма, которые могут заинтересовать массового зрителя. Первый – «Бамблби». Критики называют картину одной из лучших в серии «Трансформеры». Это история о знакомстве автобота, только что прилетевшего на Землю из космоса, и девочки из Гоя Чарли. Авторы решили сосредоточиться на рассказе о становлении «Бамблби», не распыляя зрительское внимание на десятых инопланетных роботов. Картина получилась трогательной в прокате с 20 декабря. Следующая премьера – мультфильм «Гринч». Это ремейк популярной детской сказки американского писателя доктора Сьюза. Кинематограф уже обращался к этому сюжету. Сегодня пришла очередь анимации. Мультфильм понравится и детям, и взрослым. Несмотря на классический сюжет, картина заразит зрителя праздничным новогодним настроением. Премьерный показ 22 декабря. Еще две киноновинки стартуют в прокате со следующей недели. Это заключительная часть франшизы «Елки». Они так и называются «Последние». Картина завершит сюжетные линии давно полюбившихся зрителям персонажей фильма. Вместе с тем на большой экран выходят герои популярного комедийного сериала «Полицейские срублевки». Их новогодний беспредел можно будет посмотреть в кинотеатрах Гомельской области с 20 декабря. Так же, как и фильм «Елки. Последние». С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгения Макенко. Культ-обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».